Добрый вечер, это новости на телеканале Астана. В студии работает Надежда Полинка и сейчас коротко о главном. Сотни домов под снос, в Алматы разгорается скандал вокруг строительства дороги. Мои родители здесь лежат и я не позволю вам добрать нашу территорию. Почему владельцы жилья считают, что власти снова их обманули? Налог на сладкую газировку и любимые напитки подорожают в Казахстане. Мы должны видеть этот баланс между бизнесом и здоровьем населения. Спасет ли казахстанцев от ожирения очередное повышение цен? Всем по крышу. Жители восточного Казахстана пытаются откопать от снега свои дома. Баню не видно. Вот это дом. Вот это батя откопал сегодня. Вот это я просто стою за воротами. Каких еще сюрпризов ждать от аномально снежной зимы? Провести следующие игры будущего в Казахстане предложил Хасимжом Артокаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Напомню, накануне в Казани состоялась торжественная церемония открытия международного мультиспортивного турнира. Все подробности рабочего визита главы государства у Асимжан Джузбаевой. В торжественной церемонии открытия игр будущего в столице Татарстана приняли участие главы России и Казахстана, а также Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Хасимжом Артокаев с трибуны высказал свои пожелания киберспортсменам и заявил о намерении провести следующие соревнования в нашей республике. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане. Международный мультиспортивный турнир проходит в концепции фиджитал, что подразумевает сочетание традиционных видов спорта с компьютерными играми. В соревнованиях по 21 инновационным дисциплинам и пяти направлениям участвуют более 2000 человек из 107 стран. От Казахстана 48 киберспортсменов будут соревноваться в 13 дисциплинах. Я думаю, есть интерес и к физическим играм, и к компьютерным играм. Такое совмещение – это новый формат. В текущий момент времени у нас очень активные сборные идут по стратегии, тактике и скорости. Это по стратегии у нас по ДОТА-2, по скорости это у нас контр-страйк. Я думаю, дальнейшие дисциплины покажут, где мы покажем себя лидерами. К слову о ДОТе. По ней президентам понадобилась отдельная пояснительная презентация. Впрочем, передового и инновационного в программе визита было немало. Касымжумар Токаев с коллегами посетили Казань-Экспо, в котором пройдут основные мероприятия игр будущего. На одной из площадок глава государства побеседовал с юными игроками интернациональных команд по программе «Футбол для дружбы». В их ряду и 10-летний Жан-Али Ермагомбетов из столичного клуба «Астана». А на встрече глав Казахстана и России Касымжумар Токаев отметил уникальный характер первого международного мультиспортивного турнира. Искренне рад тому, что я сегодня здесь нахожусь. Мы привезли сюда солидную команду, надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, вот этот IT-сектор, IT-формат в Казахстане развивается. Глава государства также отметил позитивную динамику двухсторонних отношений. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Касымжумар Токаева за визит и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Я много раз подчеркивал, еще раз хочу сказать, что спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран. Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и традиционным спортом. Что касается наших двухсторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. К слову, одним из таких направлений стали нефтепроекты. Среди которых – стратегический, инвестиционный по производству бутадиена в Атраусской области. Его реализует компания «Татнефть», главу которой Токаев тоже принял в Казани накануне. С Наилем Магановым казахстанский лидер обсудил совместную с казманой газом разведку и добычу углеводородов. Асимжан Жузбаева, Астана Таймс. 2,5 триллиона тенге вложил холдинг «Бытирек» в поддержку отечественного бизнеса в 2023 году. Об этом президенту доложил руководитель организации Рустам Карагойшин. Он сообщил, что холдинг в первую очередь намерен финансировать сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство. Также в планах расширить финансирование бизнес-проектов разного масштаба и особенно на селе, в малых и моногородах. Хасамжамар Токаев отметил, что это позволит укрепить экономику и повысить благосостояние казахстанцев. К другим новостям во время чрезвычайных ситуаций власти забывают об особенных казахстанцах. К примеру, во время недавнего землетрясения в Алма-Аты ни одно видеообращение спасателей не было адаптировано для лиц с нарушением слуха и зрения. Аналогичная ситуация была и в пандемию коронавируса, и во время январских событий возмущена сенатор Лязат Халтаева. И это, по ее словам, лишь малая часть масштабной проблемы. В случае землетрясения у спасателей нет информации о нахождении маломобильных граждан. К сожалению, результаты исследования, которые в 2023 году провело общественное объединение Кидергеса с Киезет, показали, что местные исполнительные органы не имеют карт нахождения наиболее маломобильных граждан, а спасатели не научены навыкам коммуникации с людьми с инвалидностью в целях их эффективной эвакуации. Кроме этого, места укрытия и временного размещения населения не приспособлены для лиц с инвалидностью, добавила Халтаева, говоря о входных группах и санузлах. Депутат обратилась к премьер-министру страны с требованием проработать эти вопросы. Сладкие напитки могут подорожать в Казахстане. Минздрав намерен вести соответствующий акциз. Причина достаточно веская. Дети в нашей стране все чаще страдают от ожирения и сахарного диабета. А в полулитровой бутылке популярной газировки, по словам вице-министра здравоохранения Айжан Есмагомбетовой, содержится 10-суточная норма сахара. Налоги на сахарсодержащие напитки – это одна из мер, которая позволяет уменьшить потребление. Но, естественно, к этим мерам еще дополнительно – это введение маркировки, к этим мерам обязательно – это введение информационно-разумительной работы. И, что самое, наверное, важное – это работа с родителями, которые формируют у детей пищевые привычки. А пищевые привычки у детей, как правило, формируются до 5 лет. Есмагомбетова подчеркнула, что эта норма не придумана Минздравом. Ее рекомендуют ВОЗ, и акции заведены во многих странах мира. А возмущение со стороны производителей, говорит спикер, – ожидаемое явление. Это нормальное явление, что производители против, потому что это дополнительная нагрузка. Но при этом мы должны видеть этот баланс между бизнесом и здоровьем населения. Казахстанцы не доедают рыбы. В год на каждого жителя страны приходится меньше 4 килограммов. Такие данные привели мужелесмены. По словам Сергея Пономарева, форели сазана у нас подают только на праздничном Достархане. Тогда как по рекомендациям ВОЗ, этот продукт должен быть в меню хотя бы дважды в неделю. Сами жители страны признают, рыбка на отечественных прилавках уж больно золотая. Дана Ермак изучала вопрос. Среднестатистический житель планеты ежегодно седает 16 килограммов рыбы. Но если японцы потребляют до 90 кило полезного продукта в год, то казахстанцы меньше 4. Данные привели на обсуждение законопроекта об аквакультуре. Мы сегодня с вами едим 3 килограмма 700 граммов рыбы в год. Это очень мало. У нас рыба только на праздничном Достархане бывает. И то в основном красная рыба, и то в основном лососевая чужая рыба. А между тем у нас есть и Балхаш, и Зайсан, и Каспий. У нас огромное количество водоемов. Но рыба у нас сегодня выращивается только, ну не только, но на бумаге. Вот и опрошенные нами казахстанцы говорят, что рыбу едят далеко не каждую неделю. Потому что продукт, богатый омега-3, даже местного производства из-за цены стал деликатесом. Я люблю морские рыбы. Так, я беру 10 килограмм, на 2 тысячи это так. Все бьют по карману, и мясо, и рыба, и жирные кислоты. Вот поэтому для витамина едим, чтобы не замерзнуть, и здоровое тело поддерживать. Нечасто, но в неделю раз можем позволить по праздникам. Да, рыба не дешевое удовольствие. Месяц один раз на столе есть рыба. Покупаем сазана за 6 тысяч тенье. Подсчитано, чтобы продукт был доступнее, объем выращенной рыбы к 2030 году нужно довести до 270 тысяч тонн. Как это сделать, парламентарии, рыболовы, их теологи обсуждали за круглым столом, посвященным законопроекту об аквакультуре. Выяснилось, что в стране около 500 рыбоводческих хозяйств. Уже субсидируется рытье скважин, приобретение кормов и оборудования, а также есть лизинг. Но одна из главных проблем кадры, говорят аквафермеры. Абитуриенты просто не хотят поступать на рыбоводный факультет. Предлагаю рассмотреть меры стимулирования для абитуриентов направления культуры и для последующих выпускников данной отрасли. Производители предлагают выпускникам и рыбоводам гарантировать трудоустройство с достойной оплатой труда. А еще обязательно нужны учебные центры на базе действующих предприятий, считают специалисты. Мы же степная страна, у нас же нет традиций, мы даже не знаем, как выращивать рыбу. Мы идем просто по цене, ага, где дешевле мальки, где дешевле корм. А нужно же обучить, каким образом выводить, какой инкубатор. Но я вам скажу одну вещь такую. Одна рыбина, один карп, один сазан дает 800 тысяч иквинок. То есть теоретически можно 800 тысяч рыбок вывезти и получить от нее. Законопроект пока на уровне обсуждения. Рабочей группе еще предстоит предусмотреть субсидирование кормов, строительство заводов, выгодные методы выращивания рыб, а также их лечение. Дана Ермак, Нуржан Махмутов, Астана Таймс. Очередной скандал разгорелся в Алматы. На сей раз причиной стал новый градостроительный проект. Власти мегаполиса решили пробить улицу Тлиндиева до Бакат. А порядка 200 частных домов, стоящих на пути, снести. Но местные жители с этим решением не согласны. Даже несмотря на предлагаемые компенсации. Почему, выясняла Анара Нуртазина. Утро для жителей микрорайона Ожед выдалось эмоциональным. Алматинцы возмущены решением городских властей снести их дома. И все ради пробивки улицы Тлиндиева до Бакат. Согласно проекту, под снос подпадают около 200 частных строений. При этом обсудить этот вопрос с людьми чиновники не посчитали нужным, говорят алматинцы. С нами не хотят считаться. Просто поставили перед фактом. Нашу улицу снесут, полужета снесут. Пойдут вот таким зигзагом, пойдут по Ужету, именно вот так снесут старый Ужет. И выйдут на Бурундайскую трассу, чтобы соединиться с Бакат. И сказали, мы теперь вам заплатим, вы будете рады. Но с предлагаемой компенсацией Ужетовцы не согласны. В одном частном доме микрорайона проживают несколько семей. В благоустроенной квартире они просто не поместятся, говорят люди. Вы сами подумайте. Вот, например, в этом доме проживают 4-5 семей. Дадут им деньги за одну квартиру, а остальные 3-4 семьи куда денутся? Куда им идти? Максимум дадут двухкомнатную квартиру. Все туда не вместятся. Людям проще жить в этих частных домах, а иначе на улице останемся. Кроме того, некоторые семьи на этом месте живут не первым поколением. Поэтому на соседнем кладбище захоронены родные. Люди опасаются, что могилы также будут уничтожены. Я всю жизнь здесь прожила. Понятно, мои родители здесь лежат. И я не позволю вам забрать нашу территорию, лишить наших детей речки. И сейчас у нас забирают единственное, что есть у нас, сохраненное. Они уже там трассу пустили, дома, самозахваты построили. Почему их не сносят и не делают прямую дорогу? Почему забирают у нас последние территории? Люди предлагают чиновникам прокладывать дорогу через пустырь рядом с их домами. Оптимальный вариант, оно не архало. Оптимальный вариант через пустырь провести. Там и домов нет. Просто погнуть один лог, и можно выйти на бокат. Абсолютно не трогайте дома. Мы просим не трогать нас и отбирать у нас наши насиженные места. Не знаю, что будут делать власти, но мы отсюда не уйдем. Но городские власти уверяют, альтернативного варианта нет. Потому что западнее чисто по ландшафту не позволял, там очень глубокий лог. А если мы бы ушли бы в восточный, то затронули бы гораздо больше интересов собственников. Для чего нужна данная пробивка? Как всем известно, в мае прошлого года был утвержден новый генеральный план. Основной его стратегической идеей является полицентричное развитие города Алматы, которое предполагает магистральных улиц пробивкой до обездной трассы, которая на настоящий момент строится. По словам городских властей, проект уже утвержден. Работы по пробивке автобана начнутся через пару лет. Чиновники надеются к этому времени получить согласие людей. При этом отмечают, что кладбища не будут тронуты. Местные же люди уверяют, дома свои ни за что не покинут, даже если их начнут сносить бульдозерами. Анара Нуртазина, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы. Серьезная коммунальная авария произошла в Павлодаре. На одной из центральных улиц прорвало трубу с горячей водой. На этих кадрах видно, как в радиусе сотни метров все заволокло густым паром. В Акимате города уточнили, что без тепла остались свыше 270 квартир, а также музыкальный колледж и концертный зал. Было обнаружено повреждение утраквардальных тепловых сетей общим диаметром 13 сантиметров. Вследствие этого было парение, которое могли наблюдать жители города. На месте работает техника и специалисты ТО Павлодарские тепловые сети. Жители села Алтай в Восточном Казахстане пытаются откопать от снега свои дома. Жилище за несколько дней завалило до самых крыш. Усложнили ситуацию сильные морозы до минус 50 градусов. Снежный покров превратился в непробиваемую корку. Люди боятся прихода весны, поскольку такое обилие снежных масс может вернуться серьезным паводком. Ирина Якунина продолжит тему. Это кадры из села Путинцево. Дворы превратились в тоннели, а дома похожи на сказочные грибы с огромными снежными шляпами. Жители говорят, за несколько дней февраля снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму. У нас в ограде такие бугры, наравне с домом. Кидать уже некуда. После недели 50 градусных морозов снег спрессовался и вовсе превратился в ледяную крепость. Чтобы очистить крыши от тяжести, жители буквально режут снег лопатами и кусками сбрасывают вниз. Сарай. Вот. 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 Баню не видно. Вот теперь пошла к дому. Вот это дом. Вот это батя откопал сегодня. А это вот дорога. А вот это вот у нас дом. Вот это я просто стою за воротами. Вот так. Впрочем, снежная аномалия опасна большой водой. Да через регионы говорят, как только спадут морозы, снег экстренно начнут вывозить из заметенных сел. Уже расчищено 150 орыков и каналов, 11 мостов и более 200 водопропускных сооружений. Вывезено более 100 тысяч кубометров снега. У нас в регионе объявлена повышенная готовность к паводку. На сегодняшний день у нас на территории Восточно-Казахстанской области подготовлено 153 пункта временного размещения граждан, куда будет входить более 17 тысяч человек. На случай эвакуации ведется мониторинг за уровнем рек. И, конечно же, там, в тех районах, где у нас выпало в этом году рекордное количество снега, малообеспеченным, одиноким и инвалидам, таким гражданам, мы проводим акцию совместно с районными подразделениями, где помогаем чистить снег, убирать, потому что сами они действительно не справятся. Несмотря на обилие снега, местные жители не теряют оптимизма. Однако с тревогой ждут наступление весны. Тем более, что по прогнозу синоптиков в ближайшее время в Восточном Казахстане потеплеет, и регион вновь накроет сильные снегопады. Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Астана Таймс, Восточный Казахстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое ее утро начинается с растопки печи. Топить приходится по нескольку раз в день, иначе можно просто замерзнуть. Недавно пенсионерка приобрела три тонны топлива, но при сильных морозах запасов хватит ненадолго. К тому же климат в Бершугури суровый. Зимы длятся по пять-шесть месяцев. Без газа сложно живется, особенно зимой. У нас холода иногда до мая держится. Все это время топим. А уголь плохой, тепло не держит. К тому же и дорогой. На дороговизну угля жалуются и другие жители. В этом году цену за тонну подняли до 28-30 тысяч. Для местных жителей, которые закупают сразу по 10-12 тонн, это неподъемная сумма. 60 тысяч, 2 тонны, например, будете брать, 60-100 тысяч стоит, да? А там пенсии 100 тысяч, а жалуются, что там осталось? Там другой у нас кушать есть, там одеться, обуться, как говорится. Газифицировать село жители просят больше 10 лет. Местные власти каждый год обещали решить вопрос, но голубое топливо в домах берчугурцев так и не появилось. Надеялись на этот год, но села не оказалось в списках на газификацию. В Берчугуре проживает полторы тысячи человек. И больше всего местных жителей возмущают тот факт, что соседние села уже давно газифицированы. Тогда как до самого Берчугура очередь никак не дойдет. Есть, есть, везде, только у нас вот в Шалкарский район, вот по линии железнодорожной. Здесь есть поселок Котроптас, там есть, здесь Муаджарская. Только в середине вот Берчугура у нас нет. Как рассказали местные чиновники, работа в этом направлении ведется. В прошлом году был составлен проект газификации сельского округа. Теперь вся проблема упирается в финансирование. В данный момент находится проект на экспертизе. До конца месяца текущего года, до конца месяца этого месяца, проект будет, если положительное заключение получим, на мартовской сессии мы будем запрашивать деньги уже на СМР, на строительную монтажную работу. Сколько нужно предварительно? Предварительно сейчас проект на стоимость где-то полтора миллиарда. Деньги на строительство газопровода планируют запросить из республиканского бюджета. Если нужную сумму утвердят, то газ в домах сельчан появится уже к концу года, обещают в районном Акимате. К слову, из 12 сельских округов Шалкарского района, три до сих пор не газифицированы. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс, Актюбинская область. Аварии на водопроводах участились в Караганде. Только в этом месяце в городе было 10 порывов. Коммунальные службы жалуются, что сети изношены на 60% и просят повышения тарифов и выделения средств из республиканского бюджета. А пока они решают, где взять деньги, местные жители сутками сидят без воды. Мои коллеги с подробностями. Эта зима для карагандинцев выдалась непростой. Только в феврале. Несколько многоквартирных домов и частный сектор 10 раз оставались без воды. Это микрорайоны Сурыптау, Михайловка и Майкудук. Например, в нашем доме отключали воду. Жители жаловались, не было горячей воды и отопления. Трубы, конечно, все старые и гнилые. Это же нужно все ремонтировать. Нужно выделять деньги. 30 лет ничего не делается. Мы же платим постоянно за это. Попробуйте не заплатить. И сразу все отрежут, все сделают. А ответа назад-то нет никакого. Вкладываться, вкладываться. Мы же платим. И хотим хороший ответ, чтобы был нам тоже. Качественная вода была также, чтобы холодная. В Караганды-Су говорят, городская система водопровода изношена на 61%. Ежегодно ремонтируется только 2% труб. На большее, как уверяет генеральный директор предприятия, денег нет. Ситуацию усугубляет и погода. В сильные морозы грунт промерзает на полтора метра и разрушает и без того ржавый чугун. Коммунальщики считают, что нужно поднимать тарифы. Сделать адекватный, обоснованный тариф. Это что нам дает? Во-первых, дает дополнительные инвестиции, имеется в виду денежные выражения, которые мы можем направлять и защищать в антимонопольном комитете именно по инвест-программе, инвестиционной программе и по ремонтной программе. Это первая сторона. И второй источник, это надо выходить, ну, наш отраслевой комитет, комитет по делам строительства и жильческого хозяйства. Это который нам, наш администратор по выделению финансовых средств, делает проекты и выходить на большие проекты и просить у республики деньги. По данным Карагандинского областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на ремонт сетей в прошлом году было выделено около 10 миллиардов тенге. В этом году запланировано 4 миллиарда. Однако пользы для потребителей от этого мало. Областным филиалом Республиканского общественного объединения Адельдык-Жоле выявлен ряд нарушений в этой сфере. К примеру, в ходе мониторинга госзакупок выяснилось, что водопровод проложен на частной земле, а это коррупционные риски, считают общественники. Мы выявили такой факт, что на частной земле были проложены водопроводные трубы за счет государственных средств на общую сумму больше 500 миллионов тенге. По данным факту нами направлено письмо в департамент по вопросу противодействия коррупционной органической области, после чего возбуждено уголовное дело. Сейчас, на данный момент, государство принимает меры по изъятию этих земель в госсобственность. Телеканал «Астана» направил в Акимат запрос, чтобы узнать, как на самом деле обстоит ситуация с обеспечением карагандинцев качественной питьевой водой. Но ответа чиновники так и не дали. Между тем, отмечу, что с водоснабжением не все в порядке не только в городе, но и в сельских населенных пунктах области. Сегодня в 117 селах региона нет централизованного водоснабжения. Анастасия Дроняка и Жан Куаш, Жанайдар Акимжанов, «Астана Таймс». Последние новости по тарифам и комуслугам в авторской рубрике «Ергалий Рамазанулы. Экономика». С новостями экономики в ближайшие несколько минут вас познакомлю я, «Ергалий Рамазанулы». Тарифы будут расти. Не самое приятное для казахстанцев заявление сделали в Министерстве нацэкономики. Несмотря на то, что с начала года суммы в квитанциях и так возмутили потребителей, это не предел. По официальным данным, комуслуги уже подорожали на 20-25%. При этом многие жаловались на то, что по факту рост цен был значительно выше. Если мы хотим иметь нормальную систему водоснабжения, если мы хотим иметь нормальную отопительную систему, если мы хотим иметь энергетическую систему надежную, нам необходимо в нее вкладываться. Тарифы, они, конечно, будут расти. Какими темпами, я сейчас вам сказать не могу. Кем нужно работать, чтобы получать миллион в месяц? Любопытную статистику представили аналитики Финпром. Больше всего таких должностей, само собой, в нефтяной отрасли. Однако сейчас в стране сразу 6 других отраслей, в которых средняя зарплата наемного сотрудника превышает миллион тенге. Список вы можете видеть на своих экранах. В конце прошлого года среднестатистический казахстанец получал более 390 тысяч тенге в месяц. Эта сумма за год выросла на 16,2%. Более 200 миллиардов долларов инвестировали в горнодобывающую отрасль Казахстана за последние 10 лет. Это 60% от общего объема инвестиций в экономику страны. В столице обсудили инвестиционную привлекательность этой отрасли. Министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев отметил, что в Казахстане на сегодняшний день есть 8 тысяч месторождений. Более 100 из них с утвержденными запасами будут выставлены на аукцион уже в этом году. Полтора миллиона квадратных километров территории Казахстана сейчас открыты для геологических исследований. И я думаю, что это очень большой и важный шаг для страны. При этом Казахстан продолжает принимать реформы, которые позволяют инвесторам участвовать в этом. Мы работаем над упрощением законодательства и процедур. Ну и напоследок о ситуации в обменных пунктах Астаны. По сравнению с прошлой неделей, американский доллар подорожал на пару тенге. Сейчас его средняя стоимость 453,5. Европейская валюта более-менее стабильна. Ее можно приобрести за 492 тенге. Цена одного российского рубля 4 тенге 88 тен. На сегодня все. Увидимся через неделю. 45 социальных объектов построят в этом году в Жамбулской области в ходе реализации предвыборной программы «Вместе с народом». Об этом рассказал глава региона Ербул Крашукеев на расширенном заседании депутатской фракции партии Аманат Жамбулского областного маслехата. Аким доложил о проделанной работе в минувшем году и поделился планами по решению экономических и социальных проблем и улучшению качества жизни жителей. Он отметил, что дорожная карта предвыборной программы партии для региона содержит 103 показателя. В этом году планируется реализовать 10 инвестпроектов на 1000 рабочих мест. А благодаря Аул Аманате и Жер Аманате профинансируют 3000 проектов и передадут более 200 тысяч гектаров земли. Проведен капитальный ремонт 11 объектов. Приобретено 446 единиц медицинского оборудования и 40 единиц санитарного автотранспорта. В 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения на сумму 2,4 миллиарда тенге. Эта работа будет продолжена и в этом году. Предвыборная программа партии Аманат с населением обеспечит динамичное развитие экономики. Взятки и плагиат стали главной темой антикоррупционного семинара для преподавателей вузов в Истане. В нем участвовали более 100 педагогов со всех регионов страны. Им разъяснили некоторые нормы закона и представили инструменты для внедрения принципов академической честности. Были им мотивационные сессии. Кроме того, представили опыт имплементации международной инициативы Грейс. Ее цель создание культуры неприятия коррупции среди детей и молодежи с помощью образования и партнерских отношений. К слову, на семинарии работали и международные эксперты. Образование совместно с воспитательными компонентами формирует в сознании молодежи нетерпимость к любым проявлениям коррупции. Именно поэтому в стратегическом документе страны и в концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы предусмотрена интеграция антикоррупционного компонента в систему образования. Студенты вузов – это будущее нашей страны, поэтому важно не только дать им качественное образование, но и сформировать в их сознании антикоррупционную культуру. Поэтому в 44 университетах страны для магистрантов введены дисциплины, касающиеся антикоррупционной политики. Это вся информация к данному часу. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин